Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 1 ноября По одному из календарей славяне отмечают Сварага в день. По народному месяцу слову Иоанн, Грязнихи, Конюхов день. В этот день христианами отмечается перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, святого, почитаемого в качестве покровителя болгарского народа. Иоанн родился в конце IX века в селе Скрина. На Руси в Иванов день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы. Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть, приговаривали наши предки. Конюхи в этот день не работали, да и лошадям давали отдохнуть. Путь груден, коню запряженному труден, говорили люди. С самого раннего утра собирались вместе, угощались и рассказывали друг другу удивительные истории. А на лошадях, оставшихся без присмотра, говорят, 1 ноября катается дух-покровитель двора – дворовой. Считалось, что дух этот есть в каждом дворе. У него змеиное тело, а голова петушиная с большим гребнем. Ночью же дворовой приобретал облик хозяев дома, но людям он на глаза старался не показываться. А если и являлся человеку, то в образе крысы, лягушки или змеи. Этого духа почитали как защитника от нечистой силы, поэтому 1 ноября его старались задобрить. В конюшне несли горшок каши с медом, рядом с горшком оставляли кусок ржаного хлеба на соломе. А еще в Иванов день ходят в гости к сватам и несут им угощение, а также сыплют зерна сорокам, которые к этому сроку обычно к домам прилетали, чтобы остаться рядом с человеком на всю зиму. Подкармливая сорок, народ этим поминал умерших предков. Но на перекрестках дорог этого делать нельзя, так как считается, что так можно подкормить и нечисть. В этот день примечали. Если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную. Случалась отепель, следующая весна обещала быть теплой. В темную роздымь по тонким снегам яркие звезды, к большим холодам. А по одному из календарей славяне отмечают Сварага в день. 1 ноября, Грудиня, на сороковой день от осеннего равноденствия отмечается день бога Сварага, который является праотцем многих богов, небесным кузнецом, сотворителем всего сущего, покровителем земледелия и хранителем семейных союзов, а также богом небесного зодиака, круги Сварожьего. По легенде, сковал Свараг первый плуг на 40 пудов, победил страшного черноморского змея, запряг его в тот плуг и пропахал на нем целую оборонительную линию змеевых валов, защищавшую затем долгое время землю славянскую. Именно по велению Сварага упали с неба волшебные железные клещи, и с их помощью бог-кузнец научил людей ковать оружие. Однако славянский покровитель кузнечного дела и других ремесел по совместительству являлся еще и покровителем семейного союза. Кроме плуга и оружия, Свараг сковал для людей золотое кольцо – символ крепкой семьи. С древних времен человек учится быть творцом своей доли, посему и почитается великий этот творец всемирья. В честь Сварага повсюду зажигали огни, в знак того, что зима не вечна, а вечен только огонь, подтверждая свет в душах наших. Слава Богу Сварагу! Братья-месяцы Сварага 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 Продолжение следует...